Бубны Потому что хорошо, однако, становилось на душе у каждого. Хорошие, однако, праздники у Нуртутылина. Только шаман соседнего племени, что кочевала в двух днях пути к северной звезде, Не радовался, слыша, как пели бубны. Зависть и злоба поселились в его сердце от того, Что не было у него столько оленей. Что не устраивал он таких хороших праздников, И не к нему приезжали на быстрых нартах гости из-за моря. Стал камлать шаман, созывать злых духов И сеять в сердцах современников своих такую же зависть и злобу. Камлал долго, однако, жертвы кровавые принеси. И посеял шаман зависть и злобу. И выросла зависть, и закипела злоба. И пошел народ войной на народ. Нуртутегин, однако, не только оленей выпасал, Но и воин был искусный. Когда подошли враги к стойбищу, То собрал он большой отряд. Много лора Ветлан пришло и примчалось на быстрых упряжках. Много искусных воинов собралось. И стали темны окрестные сопки от сонного врагов. И позвал Нуртутегин в круг воинов своих. И круг сделался широк. И охватил воинов круг и оленей, и детей малых, и стариков, И яранги, и весь скарб. Все стойбище охватил круг воинов и сокрыл собою. Ближе всех к врагу поставил Нуртутегин лучников. И лучники стояли. И зазвенели. И запели бубны в стойбище Нуртутегина, Прося у богов победы. И застучали. И загремели бубны врагов, Призывая к битве. И началась битва. И потекли враги, как будто сами сопки двинулись. И засыпали Лора Витлан стрелами. И отвечали стрелами лучники. И сокрыли стрелы солнца. И сделалось на небе, как ночь, отстрел. И поразили стрелы многих врагов. Но не убывало врагов. И они поразили многих воинов Нуртутегина. И отступили лучники. И сокрылись за чистоколом из копий. И копьеносцы разили врагов. Но не убывало врагов, как будто рождали их сопки. И пели бубны в стойбище Нуртутегина, То радостно празднуя малый успех, То горестно, отмечая большие потери. Редели ряды Лора Витлан. Но и ряды врагов редели. Многие нашли свой славный конец в этой битве. И с честью ушли по дороге предков. И увидели враги, что стало мало Лора Витлан. И стало радостно врагам. Победный стук своих бубнов слышали они уже. И потекли враги. Но Лора Витлана и окружили. И отбросили копья враги. И достали ножи. И хотели резать ножами. Но взметнулась к небу Песня бубна в стойбище Нуртутегина. И взлетели над врагами Лора Витлане. И парили над врагами, как на крыльях птицы. И разили врагов, паря над ними. Пролетев же над врагами, Встали на ноги за сонмищем их. И разили врагов со спины. И устрашились враги смертным страхом. И возопили зверьим смертным криком. Видя, что летают Лора Витлане, Как на крыльях птицы. И разят, летая. И пали ниц враги. И разбежались в страхе. И побросали они бубны свои. И оружие свое побросали враги. И Лора Витлане победу свою над врагами Помнят вовеки. И помнят Лора Витлане Летающих воинов своих. Да, красивая легенда. После паузы сказал Роман. Хм, я тоже думал, что это легенда. Предай на старинной и глубокой. Помолчав, отозвался дед. Мне Эвенг один знакомый, Николай. Оленный Эвенг. По секрету, тайну раскрыл за полвитровку. Они действительно взлетали. Вот честное слово. А взлетали, раскачавшись, как на батутах, На длинных копьях, Которые держали другие воины. Они копья эти выращивали из берез. Найдут в укромном месте молодой побег березы. Слегка закрутят его. И зафиксируют кожаными ремешками. И каждый день, несколько лет подряд, Подходят, закручивают еще чуть-чуть, И фиксируют ремешками. Деревце вырастало идеально прямое. Равномерно скрученное по всей длине. Прочное, гибкое. Без этого деревца и стругали упругое копье, Которым подбрасывали человека, Как вот современные батуты подбрасывали. Впрочем, все это, Как я уже вместе с поэтом говорил, Предание старины глубокой. Дед вынул часы, взглянул мельком И, прищурившись, вгляделся вдаль, Не показался ли автобус. Убедился, что не показался, и продолжал. А в шестидесятых что случилось? Слушай. Посиживал Чукча в Яранге, Посасывал трубку, Потягивал водку, Да покручивал приемника ручку И слушал голоса вражеские, заморские. И вдруг понял, Что не Чукча он, А Лора Ветлан. И дух Нортутегина проснулся в нем, И вывел из Яранги, И в руки дал винтовку. И вышли Лора Ветлани из Яранг своих. И хотели знать правду. И винтовками своими Готовы были за правду биться. Восстание случилось, братцы. Такое восстание, Что пришлось, братцы мои, С материка помощь вызывать. Да, когда особая дивизия Дальневосточного военного округа На нескольких кораблях Прибыла на Колыму, То очень быстро Все стало понятно. Где хорошо живут коренные народы, А где нехорошо. Это вопрос, решаемый однозначно. У них в Америкляндии нехорошо, А у нас совсем другое дело. Вот так снова гордые Лора Ветлани Стали чукчами, Били много воды огненной, И, вероятно, от влияния воды этой Отдали кому надо приемники свои. И эти приемники, Чтобы не ловили больше Голоса вражеские, Я и переделывал, Вынимая главное, так сказать, содержание И вставляя, так сказать, нужное. Дед снова немного помолчал, Пристально глядя вдаль на проселок, Насмотрели глаза его Сквозь годы, И видели поселок ягодное, Что на трассе километрах в пятистах От Магадана. Красота! Ближе к осени Все склоны сопок усыпаны Несминаемым ковром брусники, И оттого издалека Кажутся бордово-красными, Как будто великан Пришел И укрыл гигантским Своим бархатным пологом Все вокруг. И над этим великолепием Глубокой летней ночью Парит солнечный диск, Такой близкий, Что сомнений нет, Можно запросто Взять И потрогать. «Я однажды Сочинил стихотворение», Продолжал он. «Я помню чудное мгновение», Сострел кто-то на их месту, Но дед не услышал шутки. Мысли его бродили Среди полупрозрачных лиственниц, Рассыпанных по склонам Бесконечных сопок. Проход лосося на нерест По тонюсеньким протокам, Ручейкам. Это простыми словами Не передать. Это просто симфония Света, звука, воды, Отливающей хантрацитом Бесчисленных тел И неудержимого стремления К продолжению себя И таинству упокоения. А, хотя нет, спутал я. Это одокижучий. Ну, это рыбка такая, По-научному серебристый лосось. Ах, кижуч, вы едали вкусноту? Деликатес, каких в природе мало. Спросите про горбушу, про киту, И я отвечу, рядом не стояло. Что хариус, что стерлядь, Что форель, что белорыбеца, Все детские игрушки. Но если кижуча не ели бы засели, Что ж, локти грызть осталось Или подушки. Хорош с дымком и вяленым, И в соли, Хорош балык и с косточкой бок. Под пиво много не советую позволить, Под водочку его Ведро я съесть бы мог. В желанье весь Уже не в моготу. Иду вкушать, А ведь и вы могли бы За стол со мною сесть И с восхищением съесть, Хоть ломтик, тающий во рту, Непревзойденной рыбы. О как! Рассказано было так вкусно, Что многие невольно Сглотнули. Еще раз убедившись, Что автобуса на горизонте не видно, Дед продолжал свой рассказ. Субтитры создавал DimaTorzok